Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы пообщаемся с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, нашу сегодняшнюю передачу хотелось бы начать с темы ислама, хадисы, которыми поделились наши зрители. В исламе в хадисах говорится о том, что ангел не войдёт в тот дом, где находятся образы. И ещё говорится о том, что в день воскресенья наиболее жёсткая кара постигнет тех, кто эти образы создавал, и что их в Судный день ждут огромные мучения. И в связи с этим наши зрители задают такой вопрос, о каких именно образах шла речь и о каком именно доме, говорил Пророк. Это продолжение нашей серии «За образы». Да, да, тема обширная, широкая. Я понимаю. На самом деле всё просто, друзья. Есть единственный дом, который человек может построить для Бога. Это внутри себя. Какие бы мы ни строили красивые здания, как бы их ни обзывали, что это дом Бога и тому подобное, дом Бога в материальном мире не может существовать, просто не может. Но когда в нас зарождается Любовь Божья, когда мы свою Любовь передаём Миру Духовному и получаем уже ответ, то как раз вот это и создаёт дом, в котором поселяется Бог. Вот это можно назвать Домом Божьим. Храм нерукотворный. Слышала за такое? Да. Это единственный храм, который ты можешь построить. А всё остальное, я понимаю, религии, традиции. Ну давайте проще скажу. Единственный храм, который мы можем построить, — это мы сами. Для Бога имею в виду. И если в нём мы открываем двери для Бога, и Бог в нём поселяется, то это действительно наша заслуга. А с чего бы мы ни строили? С дерева, с камнями? Да с чего угодно. Какие-то здания, и как бы мы их ни обзывали, как бы мы их ни украшали, это всего лишь помещение для нашего общения, и не больше. Разве это может быть Домом Бога? Бог разве живёт, скажем так, в стенах каменных, в мире материальном и заведомо мёртвом? Вечно живой Бог? Нет, конечно. И в теле нашем. Разве может быть Богом? Простой вопрос. Нет. Но тем не менее в нас, как и в теле нашем, и в физическом, и пусть он энергетический, как бы мы её ни называли, наша энергетическая конструкция, в нас, когда порождается Любовь, вот именно порождается нами, то вот вид идёт живая Любовь. Любовь. И вот здесь, да, формируется Дом Бога. То есть всё очень просто на самом деле. А вот этот вопрос хороший, что когда в Доме твоём образы, то Ангел не войдёт. Да. Ну, ребят, здесь тоже очень просто. Как может Ангел войти туда, где уже ему нет места? Разве может Ангел прийти в дом, в котором живёт сатана? Не может. А что такое образ? Образ — это иллюзия, которую создал дьявол, и она там живёт. И вот когда мы создаём иллюзии, мы их подпитываем, тратим свою жизнь. Мы ведь не тратим на Любовь Божью, на контакт с Миром Духовным. Мы тратим свою жизнь, своё время, свою энергию на заведомо, даже не мёртвое, а заведомо несуществующее, на образ. Как Вы когда-то говорили, что образы — это тени. Да, это тени от света, искажающие Истину. И разве свет может влиться в чистый, настоящий свет туда, где есть то, что искажает его, туда, где доминирует тень? Простой вопрос. Конечно нет, друзья. Поэтому мы много говорили уже за образы, о том, что это, как оно живёт. Давайте проще ещё разочек попробуем пояснить, что, как говорили древние, каждому человеку отведена Богом жизнь минимум полторы тысячи лет. И они задавались вопросом, почему люди живут так мало. И ответ был просто изумительный. Бог, Он очень добрый и щедрый, и Он наделяет нас всем. И длинной жизнью, очень длинной, и счастьем, и радостью, и здоровьем всем наделяет. Но почему же у нас так происходит? Почему мы живём мало? Почему мы болеем? Почему у нас нет покоя, счастья и радости? Вот хороший вопрос, да? Идём неправильный образ жизни. Что значит неправильный образ жизни? Надо правильно питаться, достаточно спать, отдыхать, как-то себя любить, заботиться, как-то аккуратно эксплуатировать своё тело. Психоэмоциональное состояние. Психоэмоциональное состояние. Мы должны быть всем довольны. Но опять-таки наше психоэмоциональное состояние зависит от внешних факторов. Вот нас, если окружает хороший коллектив, прекрасный, в котором нам хорошо, в семье, где друг друга уважают, где всё прекрасно, друг о друге заботятся, всё замечательно. Да? Вот так должно быть. Кто-нибудь из вас видел такие идеальные условия в реальной жизни? Нет в этой системе ничего совершенного, да? Совершенно правильно. Мы сейчас уже в буквальном смысле фантазируем. Почему? Если семья, скажем, даже из трёх человек, и если они не занимаются, собственным духовным развитием и не достигли каких-то уже результатов, идеальными они не могут быть. Да. Ну просто не могут быть. Почему? Потому что у них образы, у них эмоции, они раздражаются, они борются за альфу, всё время противостояние и всё остальное, как и в любом коллективе, в буквальном смысле слова. Даже ребёнок пытается доминировать и воевать за наше внимание, взрослых. Но это уже привлечение внимания. Даже если мы понимаем всё, мы уделяем ему внимания, мы знаем ровно столько, сколько положено его бесёнку, чтобы он рос и тому подобное. То есть мы грамотные, умные, в духовном плане зрелые. А ребёнок, он нестабилен. Он уже нестабилен, он уже создаёт массу провокаций, он живёт образами. Разве учит у нас кто-то детей правильно развиваться? Никто не учит в потребительском формате. Это действительно так. Вольному воля, да? И ребёнок вольно пытается фантазировать, особенно первые пять лет, пять-шесть лет до первичного всплеска, да и бессмысленно что-то делать, скажем, как-то воспитывать. Не бессмысленно, нет. Это и нужно воспитывать, нужно рассказывать, объяснять и всё остальное. Человек должен духовно пробуждаться, но ребёнок не чувствует себя как Личность. Ведь первый срок, он действительно, Личность себя ассоциирует с сознанием. И отделиться она может вот по-взрослому, скажем так, уже или ближе к вторичному всплеску, или после. То есть человек уже делает выбор окончательный, как ему жить с Богом или с дьяволом, уже ближе к вторичному всплеску. То есть где-то вот в это время. То есть такие детки неподготовленные, скажем, и не знающие другую сторону чувственной опыта, чувственное восприятие в моменты, когда происходит первичный всплеск, вторичный всплеск, то есть ещё больше закрепляются на уровне сознания. Да. И вот давай просто глянем, как дети растут. Ведь у них игры, фантазии, они разговаривают с вымышленными друзьями и всё остальное. То есть они очень сильно тратят то, что нам бы хорошо пригодилось с годами, то есть свою жизнь, на воображение. Они создают много. Почему? Вот как раз вторичное сознание, развиваясь, оно учится манипулировать Личностью. Всё очень просто. И человек — это единственное такое существо в этом мире, которое способно оживлять иллюзию. Ведь у животных этого нет и быть не может. Да, более развитые животные тоже мыслят образами. У них есть примитивное мышление, но у них нет фантазии, которые обладают люди. Почему? Простой вопрос. Потому что они не обладают тем, что реально даёт Жизнь. Человек в некотором смысле, ну это неправильно, но человек в некотором смысле богоподобен, потому что в человеке есть часть от Мира Духовного. То, что мы тратим, ну скажем, на обретение Жизни должны тратить, но мы тратим на то, чтобы оживлять образы в голове. Вот никто об этом не задумывается. А в действительности образы — это не продукт нашего головного мозга. Нет. Образы, они порождаются в нашем головном мозге, и мы можем это видеть, скажем, внутренним зрением нашим. Любой человек видит. Ну простой пример. Когда мы боремся или за доминацию в коллективе, и есть какой-то конкурент, или мы пытаемся завоевать кого-то, молодёжь, Любовь и всё остальное, мальчик-девочку, девочка-мальчика, что происходит? Постоянные разговоры, постоянное общение с образом этого человека. Или у кого-то возникает спор. Неважно, где вы, друзья, на работе, дома, в семье, где-то, неважно. Вы наткнулись на более сильного демона, и начинается игра в бесят в голове. Поддерживается этот микропоединок, продолжается. И мы что-то доказываем, мы рассказываем. То есть мы вначале создаём образ несуществующего человека. Ещё раз говорю, есть конкретный человек, но мы создаём образ несуществующего человека. Фантом. Фантом в буквальном смысле слова. Он не существует в материальном мире, но в то же время он существует в тонкоматериальном мире. Он реально существует. Мы с ним разговариваем, мы тратим на него энергию собственной жизни. Он живёт за наш счёт. Это крайне выгодно самой системе, это выгодно нашему сознанию. Почему? Мы оплачиваем ценой собственной жизни, мы оплачиваем иллюзию. Ну разве не так? А ещё знаете, в голове же человека, когда создаются такие сценарии, теряется грань, где реальность, а где выдуманная вот эта игра с фантомом и диалог с фантомом. И тогда накладываются, безусловно, определённые какие-то и для требований к этому человеку в реальной жизни. Плюс ещё мы эмоционально расстраиваемся. Почему? Когда мы при встрече с реальным человеком, мы уже выстроили разговор, у нас готовый диалог, и должен быть готовый результат. А всё идёт не так. Почему? Выстроены взаимоотношения в голове, которые в реальности, безусловно, не соответствуют, никогда не будут. Почему? Потому что мы сталкиваемся с бесом, равным по силе или же ещё сильнее. Так же ж? Ну если мы называем сознание религиозным языком, бесом, шайтаном — не имеет значения. Ну так же ж? И вот здесь смотри, что интересно. Если наш бес сильнее, а нашего собеседника слабее, то всё будет развиваться практически так, как мы это всё спланировали. И кто этого не замечёт? Вот это и есть результат. То есть если мы научились наблюдать как наблюдатель, даже с позиции первичного сознания, а ещё лучше с позиции Личности, когда мы уже обладаем определённой степенью свободы, то мы замечаем все эти шаблоны, мы замечаем игру нашего сознания, мы замечаем, что такое фантомные образы в нашей голове. И вот тогда мы чётко поймём, почему Ангел не может возродиться. То есть мы не можем стать Ангелом, если мы работаем на сатану. Это нереально. И ещё мы тратим собственную жизнь. И вот здесь ответ кроется, ещё древние об этом говорили, что мы на наши иллюзии, создавая заведомо мёртвое, мы тратим живое. И потом, извините, живём настолько мало, что порой не успеваем что-то сделать здесь для себя. Но это же наша вина. Да. Игорь Михайлович, а вот такой вопрос. Вот человек насоздавал себе, скажем, образов каких-то, и человек понимает, что это плохо. И такой вопрос задаёт ребята. А можно ли полностью, скажем, избавиться от этого образа? Можно ли просто вычеркнуть его навсегда из памяти, из сознания? Отформатировать, да, так, память? Отформатировать, да. Отформатировать память можно. Мы понимаем, что нужно время для того, чтобы активного сильного образа, скажем, от того фантома, которого ты создал, и который над тобой уже доминирует, для того, чтобы от него избавиться, нужно время и усилие. Но вопрос в том, избавишься ли ты от него навсегда или нет? Ну, конечно, нет. Ты можешь его деактивировать, но полностью его исключить не сможешь. И он всё равно будет существовать, всё равно он будет кушать твою жизнь. Ну не так активно, как кушал, когда был активен, правильно? А кушал кого? А кушал человека, того, кто его создал. Поэтому, друзья мои, знаете, главное — не быть обедом даже для собственного воображения. И всё будет хорошо, правильно? Да. Вот такие вот дела с этими образами. Не заметишь, как пельмешкой станешь. Так что отформатировать память можно, только от образа, от того, которого вы создали, вы уже не избавитесь никогда. Вы его будете кормить ровно столько, сколько будете существовать сами здесь, в теле. И ваша прана или энергия жизни, скажем, будет распределяться в том числе и на него. Вопрос в том, будет ли он активен или неактивен. Ну вот некоторые скажут, что это нереально, можно избавиться там. Что вы рассказываете? Друзья мои, мы в данном случае рассказываем абсолютные факты, которые подтверждаются многочисленными экспериментами. И сомневаетесь, проэкспериментируете. Для этого нужен всего лишь хороший гипнолог, ваше согласие. И вы увидите, сколько всплывёт даже из вашего детства. Всего лишь навсего. Разве образы, которые создаёт ребёнок, они куда-то исчезают? Нет. Они растут вместе с ним. И таким образом мы порождаем целый легион тех, кто живёт за нас. И поэтому из полутора тысяч лет, отведённых нам на жизнь, мы живём очень-очень мало, потому что за нас живут очень многие. Вы знаете, благодаря вашим объяснениям, вы когда-то говорили, что образы подобны определённой программе или определённому файлу на компьютере. Конечно. Это же тоже так. А вот есть файл, неважно что. Написала стихотворение, нарисовала рисунок в компьютере, ты его отключила, но он сохраняется. Почему? Благодаря чему? Благодаря тому, что там сохранена энергия. Он потребляет энергию? Потребляет. Если он не будет потреблять энергию, он просто исчезнет. Но он же не исчезает. Другой вид энергии. Конечно. Но какая разница? Энергия — это энергия. Да, она имеет, скажем так… Но он там есть, да? Конечно. Пока электричество не будет подведено, и твоим выбором не распаковывается. И если мы опять, как ты говоришь, собственным выбором подключаем энергию к тому образу, он опять становится активен. Доактивировать его можно и нужно. Не должны образы доминировать в головах людей, потому что они очень-очень сильно вредят. Поэтому в исламе об этом открытым текстом говорится. И очень много. И пророк Мухаммед, он очень много уделял этому внимания. Но что произошло? Как люди взяли это и извратили, то есть понимание, что в доме не должно быть образов для того, чтобы с Мухангела войти, люди из своих жилищ просто убирают всякие образы, картины, ещё что-то. Друзья мои, вот у нас всегда так. Всё внутреннее, то, что касается духовного пробуждения, роста, оно всё переводится в какую-то материальную плоскость. Мы с удовольствием можем это делать во внешнем, убрать все картинки, телевизоры, всё убрать, даже телефоном не пользоваться. Мы это можем для того, чтобы обрести рай. Так же? Да. Но то, что в нас, мы это воспринимаем как своё. И не понимаем, что то, что говорили нам великие, и то, что действительно отнимает нашу жизнь, это банальная картинка, это то, чем мы живём, а не то, что мы вешаем на стену. Ведь если на стене это не висит, или если человек убирает различные внешние впечатляющие образы, то, скорее всего, сознание со всей силой обрушивается внутри него. Внутреннее, сто процентов. Ещё больше усилит. Вот оттуда это всё и породилось. А вот такой ещё вопрос, Игорь Михайлович. Когда человек идёт по духовному пути, происходит внутренняя трансформация человека, происходит внутреннее преображение, открывается колоссальная сила Души. И вот как многие говорят, что человек начинает уже видеть истинную реальность и сталкивается с духовным видением. И вот в связи с этим вопрос, который часто задают нам, «А что такое духовное видение? И как понять, что оно у меня уже есть?» Насколько я духовное? Да, да. Это частый вопрос. Есть оно или нет у меня, это духовное видение? И вот здесь тоже путаются люди. И очень часто есть понятие внутреннее зрение. То есть мы образы же видим, мы с ними беседуем. Ну как будто там, не знаю, в кинотеатре сидишь, или закрыл глаза, а такое ощущение, что вот рядом. Это наше внутреннее зрение. А духовное видение — это совершенно другое. Вот в духовном видении не возникает образов. Вот в чём оно? Оно даёт чёткое понимание и Знание. Но когда люди начинают рассказывать, что они видят и тому подобное, это банальная магия. Это как раз подыгрывание системы. Открытие третьего глаза. Это хоть десятого. Понимаешь? Ну это просто баловство от системы, но этим оно сбивает. И вот мы не поддерживаем то, чтобы об этом люди говорили и делились. Многие это знают из наших друзей, кто действительно занимается, стоит на духовном пути. И мы как бы накладываем табу на то, чтобы люди не распространялись о своих внутренних переживаниях и уж тем более о каких-то экстрасенсорных проявлениях или ещё о чём-то. Почему-то уж это является настолько заразной вещью для других людей. Ну и опять-таки, знаете, фантазии человеческие, казаться и не быть. И многое другое. Все же мы знаем, что некоторые довольно слабые Личности, они этим балуются, скажем, вот чтобы не было вот этого баловства, непонимания. Поэтому мы бросим людей, когда они сталкиваются с такими проявлениями на духовном пути, когда шайтан открывает им, ну скажем так, внутренний взор, и человек способен что-то видеть реально. Ну вот реально люди видят, что может происходить где-то. Предвидят завтрашний день. Ну сколько такого? Ну это ж много. Или ещё лучше, да? Когда… Это тоже часто бывает. Многие рассказывали, заходят в помещение, посидели, пообщались, вышли, и потом им рассказывают, вот ты пришёл, а у меня голова перестала болеть, или вот ты пришёл, и нам прям так весело, хорошо стало. Понятно, когда человек работает над собой, он является источником неких сил, которые он излучает, скажем так, Божественных сил. А ладно. Конечно, если он рядом, то у некоторых людей может всё проходить. У некоторых людей даже, скажем так, и образы исчезают в голове в присутствии такого, а у некоторых, наоборот, ещё сильнее, без бесяца, ещё сильнее. Ну скажем, тех меньшинствового. Большинство действительно людей испытывают, ну скажем, такой вот подъём настроения, лучше самочувствие становится. Это нормально, это закономерно. но беда в том, что некоторые наши друзья начинают читать, что это как дар Бога, знаете, путают грешное с праведным. Это не проделки шайтана, а дар Бога. этап определённый духовного развития. И если к тебе такие способности не приходят, то, скорее всего, ты либо недорос, либо неинтересен системе. И такое бывает. Да, то есть что ты недозрел ещё до того, что… И такое бывает. Или злоупотребляют этим, сворачивают. Ну система для чего даёт такие заманушки, скажем так? Это пряники на дороге, которые благодаря этим пряникам, знаете, вот как маньяк заманивает ребёнка вот конфетка там, пряничек, идём со мной, мне дома игрушки. Вот точно так же поступает и система. Человек идёт по духовному пути, остаётся немножко, он уже начинает зреть, а ему тут система начинает, а вот тебе экстрасенсорные способности, а вот здесь ты можешь чувствовать людей, а вот здесь ты можешь понимать, о чём они думают, не слышать мысли, а понимать. Это разница огромная, понимаете? Плюс что-то видеть, что-то предвидеть, такое баловство от системы. Почему? Потому что система-то знает, что будет. Вот и ответ. Вот когда люди только столкнулись с первым опытом во время духовных практик, и они, безусловно, подходят к людям более опытным и вот прям носятся с этим. Скажите, а вот те переживания, с которыми я столкнулся, это уже духовное видение или недуховное видение? Вот в этом же и есть уже первая опасность того, что человек жаждет этой магии. поэтому система их и ловит. Почему? Потому что необычные какие-то проявления — это то, чего жаждет наше сознание. То есть для чего? Для того, чтобы обрести какую-то большую индивидуальность, выделиться из толпы, превзойти, стать альфой. человек обладает экстрасенсорными способностями. Он же уже не такой, как все. Он может видеть другого человека, чувствовать, воспринимать его, видеть, где какая проблема со здоровьем или какие мысли у него, какое настроение у него. Это же уже интересно, понимаешь, что многие начинают заниматься в том числе и духовным развитием для того, чтобы получить это как дар. И во многих религиях это называют еще даром Бога. Подождите, магия разве это дар? Магия для святых это было наказанием. И для любого нормального человека это наказание. Это еще одна уловка на пути, на которую ты отвлекся, вложил свое внимание. А что значит вложил свое внимание? Ты отдал свою жизнь магии. Друг мой, у тебя не останется энергии на жизнь. Понимаете, в чем дело? Очень просто. Мало того, что мы кормим образы, мы еще начинаем усиленно свое внимание вкладывать вот эти вот иллюзорные проявления какой-то необычности. А что здесь необычного? Ну понимать, что думает человек, оно тебе надо. Пойми, что ты думаешь и кто тебе эти мысли вкладывает. Да тот же, кто ему вкладывает, тот и тебе вкладывает. Конечно, ему легко это сделать, чтобы ты их понял. Предвидеть завтрашний день, извини, если ты живешь как раб у шайтана, конечно, ты будешь предвидеть завтрашний день. Почему? Потому что ты раб шайтана, он знает, чем ты будешь заниматься завтра. А вот когда ты духовно свободный человек, шайтан не знает, что будет через мгновение с тобой, потому что ты свободен, он не имеет над тобой власти. Вот к чему надо стремиться. Разве не об этом говорили? Да, говорили о том, что вот эти иллюзии, все эти образы, это в сравнении того, что обрезаются крылья для того, кто хочет взлететь в духовную власть. Да, да, да. И вместо того, чтобы стать ангелом, вспорхнуть небеса, ты становишься, извини, мой друг, подобен гусю, обыкновенному домашнему, которому система или крылья обрезает, или кирпич подвешивает. Ты прыгаешь, дёргаешься, а участь проста, пойдёшь на обед в самой системе? Стоит ли оно того? Вот простой вопрос. Какие-то неординарные способности. Знаете, что самая цена и самое выдающееся — это обрести жизнь. Вот что самое важное, а не погоня за магией. Хотя у некоторых, конечно, они всю жизнь на это тратят, для того, чтобы обрести какую-то магическую способность, чтобы уподобиться кому-то. Ну это ж… Игорь Михайлович, а почему Пророк был против чудес? Да и все посланники Божьи в принципе к чудесам относятся так, скажем, с опасением. Потому что все чудеса, которые здесь происходят, они делаются сатаной. Или же человек должен обладать такой силой духовной, чтобы заставить сатану что-то сделать. Это мир материи. Любое передвижение, скажем, одной материи в другую сторону, это энергия, которой распоряжается сатаной. Это мёртвая материя, а не живая. А от жизни принадлежит Бога. А человек обладает и жизнью, и смертью одновременно. Лишь от собственного выбора как Личность человек может обрести или жизнь выбрать, или выбрать, извините, субличность. Он не умрёт после смерти. Вот чем беда. Но и живым не станет. А это ещё хуже, чем умер бы. Очень важно действительно отследить в себе вот эти моменты. То, что вы, как рассказывали, встречаются люди, легче стало в твоём присутствии или голова перестала болеть в твоём присутствии, вот побыл с тобой, и вот такие уловки… Знаешь, на манию величия это давит, возносит человека в собственных местах. Бесконтактное лечение такое прям. Ну да, да, да. Я герой. И вот говорят, если человек рядом с высокодуховными людьми, он таким должен быть. То есть он же рядом с великими. Как же он может на то скатиться? То есть великий, значит, должен его защищать от демонов. Друзья мои, все мы люди. Вот просто люди. И каждый индивидуальный. Давайте вот просто вспомним. Это я не хочу, скажем так, на кого-то наговаривать или ещё что-то. Давайте вот просто вспомним историю. Был Иисус Христос, который показывал кое-что, да, там зрение возвращал, жизнь возвращал, да. Что он говорил ученикам своим? Он говорил, что вы после меня сделаете гораздо больше, чем я. Да, да, да. Он говорил, я всего лишь вернул зрение человеку, а вы будете давать духовное зрение. Я всего лишь воскресил мёртвого, а вы будете жизнь людям давать. Гораздо больше, я говорю. И как некоторые из тех, кто были рядом и слушали его поступили, ну давайте честно говорить, как вознесли себя. Ну Симеон. Чудеса. Возьмём, да. Ведь что его привлекло? Чудеса. Внешне. И как они распиарили, и как они заставили людей верить в то, что даже когда он идёт, и тень его коснётся, если смертельно больного, он выздоровеет. Что больше делал, скажем, в трёхмерном мире Иисус Христос? Он людей воскрешал. И кто из апостолов воскресил мёртвых? И мы снова находим, что это Павел и Пётр. Ну это можно писать что угодно, знаешь, бумага вытерпит всё, воскресил он мёртвых. Мёртвые мёртвые не оживляют. Но это не относится к докторам. Они просто не дают живому умереть телу, не больше. Правильно? Да. А там уже полное уподобление, даже превзошёл во многом. Ну Иисус Христос, Он ещё старался, прикладывал усилия, да, как-то там лечил, ещё что-то делал. А этот просто идёт и тенью своей. Это же представишь, какой святой человек, сколько силы у него. А нам сознание ещё предлагает вообще бесконтактное лечение, не то что тенью, ну это тоже. Просто своим присутствием. А сколько, извините. А давайте честно говорить. Вот наши друзья были с нами, учили, шли по духовному пути, достигали хороших результатов. А потом вдруг в них открывался дар бесконтактно лечить людей. И они обретали способность даже по фотографии воздействовать на людей. И где они? Простой вопрос. Почему их нет на духовном пути? Свернули. Вы знаете, это острая тема. Если бы это был один случай, можно было бы закрыть глаза. Но когда их уже целый ряд этих случаев, человек получает силу, которую он может перенаправлять на других людей. Но чья это сила? Ведь они знали и понимали, насколько интересно, да, становиться таким сильным магом, когда ты можешь воздействовать, когда ты можешь возвращать здоровье и забирать его. И когда это хорошо оплачивается, и когда пред тобой, извините, трясутся другие люди от страха, смотри, как заманчивают. Глазди. Что нормальные люди, они просто сошли с пути, с правильного пути. И вопрос у меня в другом. И каково им сейчас живётся? И вот теперь они это знают. Вот практически все. Ну сейчас потянутся скоро ещё к ним добавка. Простой вопрос. Жаль, что мы не можем их показать и чтобы они сами рассказали. У нас табу на маге. Ну помимо того, что идёт проект вот этот, да? По изучению. По изучению. Ну это по изучению. Это не имеет отношения к настоящей магии, друзья. Это всего лишь проект изучения, как люди сами. Это не наши участники. Наши участники изучают магию в контроле теней. Для того, чтобы тем, кто вот люди первого типа, им тяжело дойти, знаешь, для понимания, что есть другое. И вот через науку, через исследование они доходят до того, что есть что-то. И вот когда они загоняют своё сознание в тупик фактами, говорят, ну как же, вот человек делает, вот тот делает. Раз есть магия, значит, есть дьявол. Да. Раз есть дьявол, значит, есть им Бог. Ну и таким способом тоже некоторым удаётся встать на путь истинный, духовный путь. А ещё, Игорь Михайлович, вот такой момент, что помимо магии наблюдается следующее явление, что ребята, когда становятся на духовный путь, они хотят взять инструменты сразу посильнее. И вот когда спрашиваешь их, а почему вы не выполняете, например, аутогенную тренировку, не начинаете с этого, почему вы сразу же приступаете к практике пирамида? Они говорят, что, наверное, если взять инструмент посильнее, то из вот этих оков системы тебе удастся вырваться быстрее. Быстрее вырваться, да. Ну здесь опять что я говорю? Мания величия, самоуверенность. А ведь мания величия, самоуверенность — это же как раз инструмент того же сатаны, который держит людей, которые отталкивают их на это. И получается, что люди, не имея ни практики, ни опыта, они берутся за инструменты, которыми они не могут пользоваться. А потом же само сознание им рассказывает, говорят, что ты, у тебя же ничего не получается. Это или инструменты неправильные, или с тобой что-то не так. Ну редко когда с тобой что-то не так. Это инструменты неправильные, а ты правильный. И всё внимание концентрируется как раз-таки на том, что не получается. Вот не получается у тебя эта практика А как оно получится? Давай представим простой пример, друзья. Представьте, спортзал, секция по боксу. Приходит новичок, он никогда не стоял на ринге, даже перчатки никогда не одевал. Первый раз одевает перчатки и говорит, «Ну чему учиться?» Да, всё просто, вот они перчатки, вот он спарринг-партнёр. Ну всё, бей, всё, бей посильнее и не стесняйся. И сразу давай с чемпионом мы сразу в спарринг пойдём. Ну вот так, да? Ну и каков результат будет? Простой вопрос. Вот знаешь, я тебе вот, друзья, поделюсь из жизни. Мой личный пример. Мы занимались спортом в спортивном комплексе, мы занимались одними видами спорта, а рядом были тяжелоатлеты. Я уже КМСом был в то время, а там разрядники, молодёжь. И они штанги тягали, и чё-то вот… Вот знаете, вот как? Ну а чё, не поднять, да? Вот зашли. Вот чего мы туда пошли, да? И вот на мужика, да. Ну если те поднимают, ну как мы его, что, не поднимем, что ли? Поднял. Ну чуть все связки не порвались. Так извините. Это начинающий спортсмен, который занимался там всего лишь лет пять тяжелой атлетикой, он поднимал… А у меня уже за плечами хороший стаж был в спорте. Он легко поднимал тот вес, на котором я чуть не надорвался, в буквальном смысле слова. А почему так? Вот простой вопрос. Потому что нужны годы и вторые. Вот я поступил тогда неправильно. Игорь Михайлович, ну вот некоторые говорят, «Хорошо, не получается у меня индивидуально справиться. Возьмём вот эту практику пирамиды всё-таки. Возможно, на встречах с друзьями, скажем, в коллективной такой практике, получится больше. И вдруг ты сталкиваешься с тем, что эти ожидания твои не срабатывают. Тебе казалось, что ты сможешь синхронизироваться со всеми. А нет, не получается». Подожди, что значит «синхронизироваться со всеми» при исполнении духовно-медитативных практик, то есть такие вот, как пирамидка, четверик, когда собирается человек, пусть даже десять или пятьсот, не имеет значения, в одном помещении, достаточно тесном, и начинает выполнять эти практики. И иногда это надо, друзья. Для чего? Для того, чтобы понимать, как оно делается чисто технически. Но совершить правильно эту практику не получится. Это индивидуальные практики. Понимаете? То есть когда нас в помещении достаточно много, а помещение достаточно тесное, получается, что мы просто пересекаемся друг с другом на энергетическом уровне. Разве получится что-то? Не получится. Знаете, вот я бы это сравнил тоже. Извиняюсь за сравнение, но это очень точно будет. Вот представь, у нас, допустим, в помещение пришло 20 человек, неважно, нам раздали скрипки, смычки. И вот тренер или как педагог по музыке, он нам говорит, возьмите ноту «ля» синхронно. Мы её возьмём, если мы первый раз держим в руках скрипку и смычок. И что такое «ля»? И где её брать? И вообще, да, возьмите «ля». Хорошо, возьмём, где она лежит, да? Ну что, не так? А от нас требуют, чтобы мы вот и прям синхронно. Друзья мои, знаете, духовный путь, он прост, он реально очень прост, и он прекрасен, но он требует дисциплины и требует, ну по крайней мере, хоть немножко сдерживать своего шайтана, чтобы не навязывал он вам глупостей на голову. Не стоит бежать впереди паровоза. Вот честное слово. Почему? Потому что, если человек неподготовлен, не знает, не владеет техниками и браться за серьёзные, я уже не говорю там, духовные, даже за медитативные практики, серьёзные, это бессмысленно. То есть вы ничему не научитесь, у вас не получится. Просто физически это нереально. Разве не так? Да. А всем ли нужно выполнять вот эту практику пирамиды? Опять вот пирамида, о ней написано, о ней рассказано. Да. Что пирамида, что четверик, это индивидуальные практики, и они необходимы для тех, кто не просто становится на путь духовный, а кто намерен идти дальше в служение Миру Духовному. То есть вне зависимости от того, что человек обрёл Жизнь здесь, в этом мире, он остаётся служить Миру Духовному. Ну, знаете, это, честно говоря, редкое явление. Мало кто так может. А ещё меньше, когда человек действительно настроен, и он уже готовит себя в служение Миру Духовному, которое действительно стоит твёрдым. Вот ему нужна эта практика. Для чего ему нужна эта практика? Это тонкий инструмент, которым он сможет использовать, скажем, с другой стороны этого мира, понимаешь, для того, чтобы стать вот тем крепким орешком и как можно больше отвлекать на себя вот этих сил ненужных, чтобы виноград целее был и жил, скажем, и зрел, пока не станет сам орешком. Понимаешь? Вот в чём смысл. А у нас же, знаешь, как сознание, да я герой, я сейчас могу, это же я быстрее куда-то приду. Ну, я проще скажу. Помогают ли эти практики? Или можно ли без них достичь Мира Духовного? Конечно, можно. Ребята, без любых медитаций, без любых молитв, без всего. Просто на генерации Любви. Знаете, сколько людей достигло этого? А я вам даже скажу больше, ведь буквально 6 тысяч лет назад никаких практик не было. Ну не было. Зачем они нужны были? Человек рождался, он уже познавал, что такое Любовь, как любить Бога. Ему об этом рассказывали. Плюс он был окружён рабочими знаками, правильными, и он знал каждый знак. Знаете, это было в крови у людей, это была суть человеческая. Но потом всё изменилось. И вот 6 тысяч лет мы это всё забываем и деградируем. И чем дальше, тем тяжелее и хуже. Разве не так? Ну это же так. И когда вот человек, знаете, вот сейчас неподготовленный, не знает ничего, тем более у него, ну действительно, вот за счёт информации, которую он получал от разных религий, даже если он был в поиске, как в действительности достичь жизни, ещё при жизни, скажем так, здесь, он сталкивается с техниками, которые… Ну я бы их, знаете, вот просоциировал. Это вот когда очень голодные люди, они хотят есть, они видят еду, они слышат её запах, они могут дотянуться. Почему? Она за стеклом. И отойти не может, потому что нигде больше еды нет. И здесь он её видит, а взять не может. Вот простой вопрос, да? Ну зачем себя загонять в эту ситуацию? Когда ты запах слышишь, ты видишь, что кто-то делает, ты понимаешь, что он что-то может, а у тебя вот оно не получается. Это же, знаешь, это дестабилизирует, система на этом начинает играть. То есть, ребят, всё должно поплануете. Тогда всё получится. Хотя, я же говорю, это не критерий. Опять, ну давай вот просто возьмём. Многие начинают синхронизировать себя в работе в лотосе. Я понимаю Аллат. Аллат — да. А чем отличается лотос от Аллаты? И можно ли синхронизироваться в Аллате и в лотосе? Можно и нужно. И в Аллате это… Аллат — это вообще для всех. Что такое Аллат? Ну вот если мы его, скажем, ассоциативно, это когда человек генерирует Любовь, когда он отказывается от Сатаны. То есть он уменьшает власть Сатаны в этом мире. А если он может генерировать Любовь, то на это время он не просто уменьшает власть Сатаны, а он ещё его как бы делает слабее, так скажем. Давайте представим это вот засуха. Вот просто засуха сильнейшая. И есть озерцо. И вот мы прыгаем в это озеро, то есть вот в чистые воды. Перед этим мы испытывали жажду, нам было жарко, самому приятно, хорошо, но плюс мы эту влагу выносим на сушу. И когда мы прыгаем в это озерцо, знаете, брызги летят, попадают на сушу, ну это хорошо, полезно, приятно. Извините за такое сравнение, оно, скажем, слишком мелкое для того, чтобы показать значимость Аллата, когда его выполняет масса людей. Ну это действительно хорошо. Мне ещё запомнилось, как вы говорили, что это когда мы все вместе взяли и послали, отвернулись. Ну скажем так, культурно отвернулись. Отвернулись от сатаны, да. Или прочее. Взяли и послали. Но только не на словах, а на деле. Понимаете? Вот в чём. Вот это и есть. Хотя бы на время. Это действительно хорошо. А что такое лотос? Лотос — это очень серьёзно, это духовная практика. Хотя начинается, она же просто как аутотренинг. И человек проходит все этапы и аутотренинг, и медитация, и духовной практики, и до бесконечности. Можно его синхронизировать? Нельзя. Вот нельзя. Это индивидуальная практика. Но почему его выполняют в группах, и он действительно даёт колоссальный эффект? Но опять-таки, когда он работает? Он работает тогда, когда все настроены на работу, когда все действительно стремятся и хотят. И тогда да, каждый ныряет на свою глубину. Опять почему ныряют? Друзья, испокон веков мир духовный, иной мир, его сравнивали с водами. Мы же сухопутные животные, мы не рыбы, мы живём на земле. И для нас иной мир — это вода, понимание нашей повседневной жизни. И вот поэтому ассоциативно сравнивали с водой. И вот представьте, вы в океан ныряете в глубину, на задержке дыхания, скажем так, потому что в манерии же всё равно приходится. Кто-то может нырнуть на метр, кто-то на два, кто-то глубже. А в начале пути вообще мы подходим только к этому океану, у нас появляется намерение, мы чувствуем его влагу, мы чувствуем его запах, мы просто наслаждаемся, даже будучи рядом с океаном. И если он нас манит, и мы хотим в него зайти, а это уже намерение ставить на духовный путь, то есть мы слегка что делаем? Мы заходим и свои стопы, мы опускаем в воду, мы чувствуем прохладную воду, всю прелесть этой воды. Ну так же самое и в лотосе, всё поэтапно, всё постепенно. Потом мы заходим, ныряем с головой возле берега, потом дальше и глубже, уходя на глубины. Так же? А потом мы уже учимся нырять глубоко и доставать бесценный женчуг, привносить его в этот мир с того мира. Но это уже потом. Но когда группа ныряет, то есть давайте представим, группа пловцов или ныряльщиков за женчугом, есть те, кто достают женчуг, а есть те, кто учатся. И вот здесь крайне важно, в чём ценность групповых занятий. Каждый ныряет индивидуально. Не все ж на одной ноте или на одну глубину, скажем. Каждый индивидуально. Кто-то ныряет глубже, а ты не можешь нырнуть. Но лотос, он всегда фонит, он всегда полон энергии, он всегда полон Жизни. У тех, кто рядом, это выполняет, не почувствовать это невозможно. Это, знаете, как дорога, оно ведёт, манит. И вот действительно ты погружаешься в эти прекрасные воды и океаны, а смотришь, что-то глубже уходит. Ты же понимаешь, что ему открывается другой мир, более чудный, более прекрасный. Там счастья больше, там радости больше. И естественно, ты тянешься из последних сил. Воздуха не хватает, но ты тянешься. И с каждым разом всё глубже, глубже и глубже. Но надо говорить и честно, ведь бывает и по-другому. Когда опытный ныряльщик не раз нырял, достал уже ни одно ведро жемчуга, но жизнь, ветер в голове, ещё что-то, ну знаете, как друзья помогли, всякое бывает. И вот он словно обвязан пенопластом, да, вот пытается занырнуть, а его вот это вот шатает на волнах под ветром, океан под ним. Он идёт в практику, но он дырнуть не может, причём пенопласт не пускает. А пенопласт — это все наши вот эти образы, мысли и всё остальное. Ведь такое же тоже бывает. И вот здесь тоже разница есть. Если пловец опытный, если он действительно стремится к Богу, действительно стремится в Любовь, что он делает? Он продолжает бороться. Продолжает, Татьяна сказала. Правильно. И в конечном счёте, он ведь в водах океана, верёвки намокают, расслабляются, человек становится скользким, и борясь он вырывается, а пенопласт остаётся наверху, он доходит в глубины. Но бывает и другое, когда человек менее опытный, сталкиваясь с этим, он ещё больше запутывается и не может нырнуть. Бывает такое. И нужно время для того, чтобы тут верёвки перегнили, и пенопласт от него отпал. И такое бывает. Поэтому лотос — это очень глубокая, серьёзная духовная практика на самом деле. И очень ценно вот это совместное выполнение этой практики, потому что, как вы когда-то сказали, есть те, кто создаёт вот этот азарт погружения. Конечно. Ещё недавно ты стоял на берегу. Ты только думал. Думал. Ты видел, как кто-то ныряет. Но когда ты видишь то счастье, ту прелесть, которую они преподносят, потом выныривая и дарят его людям, и когда ты это чувствуешь, когда ты знаешь, знаешь, как стоять на берегу, то не получается. Ныряют все. Ну бывают и такие, особенно когда, знаете, вот группа только формируется, а не сработалось, кто начинает задавать вопросы, зачем тебе жемчуг? Ну бывает. Вот собрались нырять, а кто-то вот с намерениями совершенно земными, вот тогда всё сбивается. Серьёзно. А кто умеет нырять, тот ныряет глубоко. А другим, те, кто собрались только подойти к океану или ножки намочить, вот обязательно кто-нибудь начинает вот из таких, да? А зачем вы это делаете? Но на глубине голос сомнений не слышим. Нет, как только человек занырнул с головой, власть сатаны исчезает. Вот чем прекрасен. Вот. Знаете, на что это похоже? Вот если кто-то нырял, и тем более нырял глубоко, вот на пляже шум, детки кричат, всё, достаточно нырнуть, и совершенно другие звуки, всё меняется. И так это же не глубоко даже нырять. А когда ныряешь ещё глубже, то вообще всё по-другому. Духовная практика белого лотоса, она прекрасна. Вот поэтому её и назвали белым лотосом. Потому что никакой грязи вот произрастает из болота, проходят грязные воды, и перед солнцем появляется белоснежный цветок, впитывая в себя именно солнечный свет. И себя показывая всей чистоте. И вот как его не пачкает, а грязь не прилипает. Эффект лотоса. В этом смысле. Ну и вот в ассоциации с этим цветком, собственно говоря, и назвали эту практику. Хотя мы говорили, есть и другие, тот же круг. Ну как-нибудь поговорим. Тоже интересно. А всё, друзья, начинается просто с Любви, с намерения. Если ты почувствовал даже или понял, что океан есть, я уже не говорю, ты его увидел или ещё что-то, достаточно понять, что он существует, и ты к нему стремишься, то если ты стремишься по-настоящему, если ты чувствуешь, что ты человек, то ты обязательно, обязательно, если будешь стараться, ты познаешь всю прелесть этого океана. Вот если человек действительно хочет, невозможно не обрести жизнь, только если ты проиграешь в сатане, только если собьёшься с пути. Но чтобы не сбиваться с этого пути, друзья мои, есть очень надёжный и правильный навигатор. Это Любовь. И в действительности, если человек, скажем так, если он чувствует в себе эту потребность, так же, как в служении, если человек чувствует потребность делиться счастьем, радостью, делиться своими пониманиями, в действительности служить Миру Духовному, то ему ничего не помешает. Так же? Да. Вот несмотря на все трудности, которые сейчас у нас есть, мы всё равно находим время, преодолевая очень многое, поверьте, для того, чтобы просто общаться с вами. Так же? Это и есть истинная Любовь. Правильно. А нам от вас, друзья, ничего не надо. Но мы вот искренне говорим, мы просто делимся с вами своей Любовью. Давайте просто делиться этой Любовью друг с другом, несмотря на все наши трудности, несмотря на все проблемы, которые создаёт шайтан в этом мире. Он для того и нужен здесь, чтобы делать нашу жизнь сложнее, чтобы делать её, знаете, такой невыносимой порой, что хочется сбежать. Ну вот если хочется сбежать, так давайте бежать в жизнь. а не в смерть. Или соблазняет, наоборот, делает её настолько сладкой, что можно как муха влитнуть. И понимая это, друзья, давайте всё-таки выбирать не ложку с мёдом, размазанную на столе, а безбрежный океан Жизни. А для этого, друзья, нужно всего лишь любить друг друга. Начать с простого. Давайте начнём с простого. Просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Татьяна. Спасибо за Любовь. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть. И спасибо всем тем, кто есть, кто настоящий и верный, которые, несмотря на то, что пробуждается и магия, и масса образов и желаний, они остаются верными, честными перед Богом и идут твёрдой поступью по прямой дороге. Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что вы есть.